самое важное это планировочные решения планировочные решения как она формируется вот когда вы видите планировку квартиры вы как подходите вы придумываете какую-то идею как будет выглядеть интерьер что вот это будет минимализма значит моя планировка должна соответствовать это будет классика значит моя планировка должна или вы просто придумываете а потом впихиваете туда стиль поэтому то есть в основе всегда лежит идея то есть сначала а вы должны словить на ту информацию которую вам дает заказчик вы должны поймать как говорится кота за хвост а я специально верну вот у нас это детская комната девушки 16 лет это большой дом у нее отдельное пространство для сна отдыха большая ванная комната и гардеробная комната да но люди могут себе позволить а почему родилась именно эта идея девушка очень увлекается средневековьем очень любит такая очень неординарная очень много рисует очень интересная сама по себе и если бы я ей сделала комнату принцессы она бы там умерла да потому что он то есть это не ее пространство то есть вы должны почувствовать я иногда со своими заказчиком вот я сейчас делаю детскую комнату детей я сижу смотрю мультики будете смеяться но я сижу смотрю детские мультики потому что я не знаю кто такие там даже четко тот-то тору тот-то тору еще какие но мои дети выросли нас такая собака песах там еще на ком-то спать бобби то есть это я знаю сейчас какой-то новые герои я их не знаю я не понимаю и мне для того чтобы понять ребенка кавка какая какая идея должна быть в комнате я сижу и и смотрю мультики надо мной все держу домашний горит ну мама сама с ума сошла потому что смотрит про каких-то там у хлеба утки там еще что то то есть естественно я это и знать не могу потому что дети маленькие они это смотрят в моем доме детей маленьких уже нет поэтому как бы мне я не понимаю для того чтобы мне понять я должна проникнуть туда к ним я должна понять их обстановку поэтому каждый интерьер как я всегда говорю это это в первую очередь под заказчика за каждым проектом стоит заказчик со своим лицом и это правильно вы мы дизайнеры должны уловить суть то то атмосфера которая сидит внутри в человека в которой ему будет комфортно потому что создавать некомфортную ему обстановку но это в принципе смысл тогда работать а поэтому сначала должна быть идея потом вы должны очень грамотно на планировке прозонировать территории таким образом чтобы ваша вот эта логика соблюдалась чтобы у вас получилось очень правильные логические движения перемещение по квартире чтобы у вас не получилось кровать в одном месте а тумбочка для кровати в другом месте да то есть это все должно быть группировано по зонам назначения если человек читает значит может быть мы ему и предусмотрим эту зону да если а человек мечтает философствует пытается найти мы не можем ему поставить стул правильно потому что тем самым мы его обидим ей будет некомфортно но вот такие огромные мягкие валуны ей будет очень удобно к она будет себя чувствовать своей атмосфере философствования мировоздания да то есть поиска совершенно другой подход то есть вот это очень важно соблюдать и это очень важно прочувствовать тогда на самом деле получается интерьер для заказчика но самое важное и самое правильно а это чувство доверия друг другу то есть никогда не получится ни один хороший дизайн проект никогда не будет ничего хорошего если заказчик не доверяет дизайнер дизайнер не доверяет заказчику то есть это очень интимная работа поэтому я например никогда в жизни не называю там имен своих заказчиков да то есть потому что ну как бы не стараюсь там как-то большими географическими названиями ну чтобы их обозначать а сейчас последнее время как-то когда рождается идея у меня приходит само название этого проекта поэтому то есть я ориентируясь по названиям проекта и многие как бы тоже а рациональная планировка планирование площади эргономика эргономика очень важный момент потому что высота стула высота табуретки если вы выстраиваете да то есть вот мы сейчас выстраивали в доме хамам сами наши строители и мы очень внимательно наблюдали за каждой высотой для того чтобы лавка мраморная было удобно комфортно и чтобы ноги правильно поставить чтобы ни в коем случае да откуда будет идти пар не попадала в зону нахождение человека потому что можно получить ожог и так далее и тому подобное эргономика очень важно на кухне на кухне всегда когда проектируется пространство мойка шаг в сторону например там сушилка внизу посудомойка как мне удобно через или посудомойка сушилка или еще то есть эти все вещи нужно очень детально продумывать ну и конечно же чем меньше пространство а тем больше голову ломаешь именно по размещению о вещей потому что вещей к сожалению меньше не становится вещами люди обрастают расстаемся мы с со старыми вещами к сожалению очень тяжело то есть у нас нет еще этой культуры когда мы можем помогать кому-то да то есть это это прививается слава богу сейчас она как бы у вас ну возрождается но еще все равно это очень сложно поэтому вот эти вот вещи нужно нужно понимать то есть где какое хранение да я что это что это что и это вот